Яна Тимирандастья, Гьянджа Нашалакая, Чакшурун Милитамена, Тасма и Шри Гуравейна. Яна Тимирандастья, Гьянджа Нашалакая, Чакшурун Милитамена, Тасма и Шри Гуравейна, Тасма и Шри Гуравейна, Тасма и Шри Гуравейна. Яна Тимирана, Тасма и Шри Гуравейна, 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 руку ранга ган хоро гериха резеки и дядя ищи гири рашку арханки и дядя ищи нри симпаде проход махарашки и дядя ищи мать тусим его что харикыш дорогие преданные рады всех видеть нашим вечернем вечернем занятие вот у нас все как в одном постоянно в одном и том же режиме проходит вот фактически фактически получается так что ну все кто слушает я смотрю просто сам слушает примерно одни и те же вот фактически они участвуют в ежедневной храмовой садхане то есть участие рамок садханы но садхана нас такова что мы полтора часа до того как читать мою поем вот нас человек и проходит потом баджина проходит вечером сначала баджином поем потом арати проводим вот и потом полчаса утром полчаса вечером днем 20 минут вы читаем днем у нас это минут 30 может быть 40 минут марате поем вот и потом соответственно читаем поэтому вот почти все преданные почти полную программу проходит какую-то часть ее скажем так связано чтением вот так что кто-то может уже медитировать на то что увеличить программу и начать жить в храме вот полностью посещать все 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 так сказать духовное мероприятие вот такого практика но можно на самом деле дома проводить тоже какую-то программу минимально можно дома кроме чтения тоже петь это баджины основные баджины там дополнительные баджины ну каждый может выбрать какие-то что что петь вот книга вот книга бактинута кура шаранага тема тоже каждый день поем по два баджина из этой книги по очереди вот считаем переводы вот ну что мы продолжаем то читать проповеди хранителя преданности я хочу пошел бахтера шахтарды до своему хорошки идеи старайтесь обрести милость гуранге тогда никакая скверна не пристанет к вам так мы вчера закончили если вы решите обойти шигурангу последствия могут быть суровыми идти напрямую во время да он снимать от хора не очень опасно вас должен вести туда шигуранга иными словами если вы сможете оценить жить шигуранги и делавшие гуранги токама мирские желания и же с ней оставит вас навсегда по-настоящему очистившись вы будете достойно вступить в сферу высочайших высочайший из лил прежде чем претендовать на какое-то место высочайших лилах господа нужно очистить свое сознание понимать что пока у нас есть какие-то посторонние материальные желания то все это будет связано с нашими иллюзиями в этом материальном мире да мы вы с радостью про говорят орать и пожалуйста показуйте не долбитесь мы хотим научиться тоже но во первых тот кто пишет я думаю он умеет уже всем этим процессом это один момент второй момент что нужно как-то тоже участвовать может быть из своих как бы так совмест транслировать какие-то свои орать и уже и учить других людей у нас все связано с техническими возможностями этих и с физическими силами вот и с определенными реалиями поэтому мы транслируем столько сколько можем вот будет будет реальность будем транслировать больше но всего лишь день пока достаточно вот так вот знаете такая пословица слишком хорошо тоже нехорошо поэтому даю возможность всем людям учиться постепенно потому что если люди сразу начнут практиковать что-то очень многое то соответственно на вот пишет и так очень круто спасибо большое так что тут очень хочет никогда не за ним это стать желание поведет его тому что 24 часа в сутки человек будет успевать святое имя вот а так вадут махараса он очень правильно заметил что очень большие эфиры они сейчас наше нынешнее время очень тяжело воспринимать я например согласен с ними потому что иногда когда что-то просматривала если смотрю что там больше 20 минут я направил вообще даже не останавливаюсь на этих местах вещах вот но здесь разговор идет о том что это духовные вещи и мы просто ориентируемся настоящим золотую середину потому что возможно преданные которые присоединятся к программе они будут участвовать полностью на программе но если какие-то новые люди присоединятся и ну они просто не выдержат там полчаса час два часа два часа каждый день утром два часа каждый день вечером в чем это какие-то баджины причем не самые лучшие певцы вот еще не понятно о чем баджины и поэтому соответственно но это не будет гармонично поэтому нам всегда нужно найти золотую середину поэтому избрали такую золотую середину что мы читаем определенное количество писаний а возможность петь и она придет со временем ко всем рано или поздно нужно понять такой момент что лила она всегда идет она никогда не закон не за не заканчивается она происходит в разных плоскостях на разном уровне сознания и может быть даже в материальном мире просто люди могут вообще не осознавать то что что вокруг происходит вот но так или иначе так или иначе если мы разговариваем о каких-то самых возвышенных идеалов о лилах шини тиранда пробуше и гуранге маха и рады кришны то мы должны понять что здесь как раз мы что читали что можем войти в эту лилу по-настоящему очистившись когда по-настоящему очистимся мы будем достойны вступить в сферу высочайший из лил то есть ну наша проблема то что мы нечистые и нам лень очень очищаться и мы самая большая проблема то что мы подобно слона мы немножко очищаемся потом сразу же идем валяться в грязь опять очищаемся кто опять идем в грязь и вот наша проблема она вот в этом то что мы сначала что-то для господа делаем а потом что-то для себя то есть удовлетворяем свои чувства и так вот происходит очень очень долго если уж дар махараш по этому поводу говорит что ты можешь обманываться но не можешь делать это вечно то есть в конце концов мы поймем в чем наша проблема что невозможно есть и потом не ходить в туалет даже при этом мы сюда 22 отверстия в одно отверстие мы загружаем из другого выгружаем и так как это касательно всего это поэтому мы постоянно постоянно загрязняем свое свое тело свое сознание и поэтому очищаться это целый процесс и это именно из-за того что это все связано с этим материальным миром и настолько зависимо от от еды от различных вещей этого материального мира и фактически мы не способны функционировать без этого вот и поэтому конечно очищаться очищаться и очищаться чтобы жить на плане сознания это очень такая нужно больше даже полубоги они живут совершенно других телах которые не требуют употребление пищи в том виде которым мы ее употребляем такой грубой пищи они употребляют тонкую пищу вот поэтому соответствие тела они более долговечные то есть говорится что на каких-то ближайших райских планетах если брать для сравнения один день на земле равняется 6 дня на райской планете то есть уже можно понять насколько жизнь она более продолжительно за счет того что тело тело другое из другой субстанции состоит даже есть огненное тело тело и состоящие из огня есть тело состоящие из воды есть тело состоящие из эфира есть еще более тонкие субстанции то есть духовное тело то самое тонкое станция поэтому она вечно и так здесь к ладвипи шочетание махапрабу дарил всем лучшее что у него есть он дарил самое заветное самое сладостное служение такое служение мы найдем во вриндаване и махапрабу шочетанием дэв показал что жизнь бриндавана самое возвышенное служение в гриндаване нельзя обрести незнанием не силой в гриндаване все сердце по словам ши иудовы а сама хау чарану реяну душа махам сияд в риндаване кима пи гума а то ушам гинам я дустья джам сваджанам ария патхан чахит тва хеджур мукунда подавим шрутибхирвим ригьян презрев мнение людей и даже заветы священных книг они гопи отдали себя абсолютно оставив родных поступившись тем что свято для общества гопи пожертвовали всем ради служения господа поэтому удова или высочайшего уровня сказала я мечтаю родиться лианой или травинки во вриндаване тогда пыль со стоп гопи падет на мою голову знаю удова это ближайший спутник ближайший друг кришны в два раки и в какой-то момент до кришны дошли слухи что гопи очень страдают в разлуке с господом и туда он будучи сам не в состоянии поехать туда то есть это благочисленные препятствия препятствия начиная с того что если он говорил что если демона узнают что я что кто-то мне очень дорог они могут напасть не на меня на тех кто мне дорог то есть они могут отомстить через через близких через моих близких и поэтому сам не ездил во вриндаван и послал туда удову и удова он поразился насколько жители вриндавана не преданная кришне он никогда не встречался с такой приятностью он думал что вот жители вараки они очень преданно кришне то есть его многочисленное семейство дети жены друзья различные родственники когда он приехал да и в вриндаван и увидел насколько жители вриндавана преданная господу он он тогда как раз сказал эту фразу я мечтаю родиться лианой или травинка в вриндаване тогда пыль со стоп гопи падет на мою голову столь высоко положение гопи и вриндавана читание махаправу учил тому же самому и кроме того просила делиться милостью с другими тогда и для нас откроется доступ к той божественной жизни понятия дхарма религиозного долга а дхарма безрелигиозности яны знаний от решения освобождения и прочее все это чрезвычайно низменно сравнению жизнью в риндауна там все сердце тот у кого хватит силы упорство следовать этим путем обретет величайшую надежду достичь цели жизни тот у кого хватит силы упорство следовать этим путем обретет величайшую надежду достичь цели жизни тот у кого хватит силы упорство следовать этим путем обретет пока что только надежду надежда есть мы должны понять что это очень очень непросто достигнуть почему потому что опять же мы повторимся наша собственная не чистота наше собственное нежелание практиковать духовную жизнь наша собственная лень то есть очень много-много препятствий что но поставить себе обед договориться самим собой подписать договор в своем сердце с господом и сказать я буду каждый день там вставать в 5 или в 4 часа утра и в 6 хотя бы утра да и читать там четыре круга мантра там 8 или 10 16 кругов мантры каждый кто-то еще больше может сказать это на самом деле но подвиг да но подвиг будет в том случае если мы сможем делать это это же день за днем а год за годом возможно жизнь за жизнью то есть постоянно постоянно вставать и делать это постарайтесь делать иногда нам будет нравиться будет апатия потом мы будем понимать почему нам у нас возникает апатии будем бороться с вещами которые вызывают эту апатию это матопатию очень от многих вещей зависит от неправильного режима дня неправильного питания от неправильного сна неправильных разговоров от неправильного общения очень многие много вещей влияет практически каждая каждая мелочь она будет влиять на наше воспевание и помню когда я только пришел в склоне мы это жили и нам как-то приехал ну вот буквально там долго месяца 2 марта 3 прожил храме приехал президент президент храма на беговой он был сам швед сейчас забыл как его зовут такая очень интересная личность я просто запомнил очень такую его лекцию вдохновленная именно воспевание и одна из фраз которого сказал что весь вся жизнь вот весь день которым мы занимаемся он должен быть направлен только на одну вещь это то как мы станем утром и прочитаем свои 16 кругов то есть все должно быть только для этого то есть это самое главное вся остальная деятельность она вспомогательна все наши многочисленные обязанности по дому по семье по работе по служению что мы не делали все оно должно быть связано с этими с этим с этими утренними часами когда мы встаем и занимаемся самым главным нашей жизни наши самые главные духовные практики которая дается нам именно самый первый момент нашей встречи с гуруделом он приходим гуруделу и просим его посвящения он говорит об этом он говорит что вы должны каждый день воспевать определенное количество кругов по воспевать их и без оскорблений и научиться воспевать без оскорблений должны после нужно понять что это не то что что потом появится что-то более важное все остальное будет только вспомогательна к этом потому что господь читанием пришел и сказала х вов fi каем я их а то есть не другого пути не другого пути нет другого пути только с это имя это после туре или только святой ими поэтому должны понять это очень такой с одной стороны простой с другой стороны очень сложный момент что мы ж ждём что мы будем успевать и появится на что-то еще дополнительно и потом мы откажемся от воспевания будем делать это что-то дополнительно на самом деле это совсем не так, никогда не произойдет такого момента, что мы откажемся от успевания, всегда оно будет вместе с нами, какую бы возвышенную силу мы не выполняли, это святое имя, оно всегда будет вертеться в нашем сознании, даже гопи, которые, говорится, что гопи не успевают святое имя, но они постоянно повторяют Кришна, 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 то есть они не повторяют, может быть, в том виде, в каком мы успеваем, потому что мы не успеваем в данный момент времени, а мы повторяем Кришну, в большей степени для собственного очищения, то есть у нас пока что процесс такой именно духовной практики, но когда любовь приходит в сердце, тогда уже мы можем, если кто-то любил даже какую-то материальную любовь у кого-то в этом мире, то он понимает, что ум сосредоточен, ум зафиксирован на этой личности, и на имени этой личности, даже на материальном уровне мы должны понять, что это происходит так, потому что невозможно этому препятствовать никак, поэтому мы должны понять, что это самое главное, то, что мы должны делать в своей духовной жизни, это наше успевание, наша духовная практика, и никто из нас это делать не будет, то есть мы можем думать, что там в силу своей лени, там заключим какой-то компромисс, и как-то у нас получится на халяву пройти, но на халяву ничего не будет, даже в этом материальном мире ничего не бывает на халяву, а мы, так сказать, замахнулись на самое высшее, что только может быть, и хотим, что это все вот по такой не милости, а милостыне, тогда вот мы просим, просим, вот нам дадут, 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 но дадут только одну вещь, дадут возможность и способ, как нам очиститься и исправиться от своего негативного восприятия этого мира и себя, Господа, и все, что только есть в этом, в этой реальности. Тот, у кого хватит сил и упор, соследовать этим путем, обретет величайшую надежду достичь цели жизни. И опять же, диште, я, тасин, мат, снихо, боговаттина, мат, аппанаха. Люди почитают удачливым тому, кому довелось встретиться со мной. Я же почитаю за счастье встречу с вами, гопи. Другие называют счастливцем всякого, кто встретился со мной, но я считаю счастливцем себя, поскольку я встретился с вами. Я самый счастливый на свете, мое счастье в том, что мне довелось увидеть вас, и теперь я, несомненно, принадлежу вам навеки. Эти слова произнес Кришна, встретившись с гопи на Кругшетре. Это непостижимо, люди не способны вознестись мыслю столь высоко и посидеть, что есть такая жизнь. Представляете, Кришна не встречался с ними сто лет. Сто лет длилась разлука. И сто лет такой непрерывной глубокой медитации навстречу. И только через сто лет они встретились. Бахтия, Санджа, Тая, Бахтия. Бахти рождается все больше и больше... Бахти рождает все больше и больше Бахти. И приумноженное рождает еще больше Бахти. Так это происходит. Других плодов не будет. Такова Бахтия. Она сама себе награда. Я села Акадапи, Васанчава, Хилаа, Наттаха. Тханьяти, Тханья, Паванена, Критар, Тхамана. Иргин дирадурга Макатир Матхусудына пи. Тасяна мосту Бри Шипхану Бхунадвиши пи. Чипрабадхананда Сарасвастипад Здесь рассказывается, как однажды ветер коснулся одежды Матери Дхарани, а затем, когда тот же ветер овеял Кришну, тот был вне себя от радости, ликования и восторга. Ну, как я счастлив, на меня повеял тот самый ветер, что касался одежды Шримати Дхарани. А кто он, этот Кришна? Он тот, на чью милость уповают все великие праведники, мудрецы, йоги и многие другие. И этот Кришна испытывает счастье, когда его коснется ветер, игравший одеждами Шримати Дхарани. Столь чиста Шримати Дхарани! Ее предание себя Кришне, Ее служение так чисты, что даже ощутив на себе дуновение ветра, касавшегося Ее, Кришна Бхагаван, Сам Всевышний считает, что Ему выпало величайшее счастье. Он чувствует, мне больше ничего не нужно в жизни. Шримати Дхарани занимает наивысшее положение. Шри Джайдэ Вагасвами пишет, что Кришна жаждет осыпать себя пылью со стоп Шримати Дхарани, Дэхи Пада, Пававам Ударам, Гитагавинда. Однако обычные люди не способны это понять. Только последователи Шишитани Махапрабху по его милости могут отчасти проникнуть в суть Радхадасим, Служение Шримати Дхарани. Поэтому Радхадасим – высшая цель каждого Гаудия Ващнава. Мы знаем эту историю, да, Джайдэ Вагасвами, что он писал стихи, и как раз пришла в сознание, в сердце эта фраза, о которой вот сейчас пишется, что Кришна жаждет осыпать себя пылью. Он хотел склониться к отраслам стопом Шримати Дхарани. Но Джайдэ Вагасвами подумал, что совсем как-то уже чересчур не может такого быть, и он оставил, не стал писать ничего. Я думаю, пойду еще помедитирую, пойду сделаю омовение. Пока он ходил, ушел омовение делать, в это время Кришна, он принял облик Джайдэ Вагасвами, пришел к нему домой и дописал за него этот стих. И потом еще по почтил просад, которому супруга Джайдэ Вагасвами угостила его. Потом он ушел, пришел настоящий Джайдэ Вагасвами и увидел, что супруга кушает. Он очень удивился, что она не дождалась его кушать без него. Он сказал, почему ты кушаешь без меня? Он говорит, так ты что поел уже. Он говорит, ну как я ел, я же это самое. Не ел, он говорит, ну нет, ты пришел, сходил к себе в комнату, потом вышел, поел и пошел еще по каким-то делам. Но Джайдэ Вагасв был в шоке, он говорит, я же не приходил, я же ушел принимать омовение. И когда он поднялся к себе в комнату, он увидел, что стих дописан. И как раз это была фраза, что Кришна склоняется к отца с наступом Шри Матери Дхарани. Тогда Джайдэ Вагасв был не себя от счастья. Он сказал своей супруге как-то удачливо, что сам Кришна пришел и отведал из твоих рук Прасада. Так или иначе, таким образом через Джайдэ Вагасв была явлена величайшая слава Шри Матери Дхарани. Только последователи Шичитани Махапрабху по его милости могут отчасти проникнуть в суть Радхадасим, служения Шри Матери Дхарани. Поэтому Радхадасим – высшая цель каждого Гаудия Вайшнава. После того, как Шичитани Дэв принял Саньясу, он путешествовал по Южной Индии и одержал победу над всеми бытовавшими там религиозными учениями. В Бенаресе Шрисварупа Дамодар тоже хотел принять Саньясу, но церемония осталась наполовину незаконченной. Услышав, что Господь прибыл в пуре, Шрисварупа Дамодар словно обезумел и устремился туда, не дожидаясь окончания обряда посвящения в Саньясу. Ему дали имя Пурушотама, а в Пуру Брамачария его звали Сварупа Ананда. С этим прежним именем он как сумасшедший бросился в пуре, чтобы встретиться со своим хранителем и другом, с тем, кто был для него всем. Он приветствовал читание Дэва такими словами. Дэва такими словами. Гуя Атананда Дая Океан сострадания и шичитания, пусть твоя милость, которая в одночасье прогоняет все печали, милость, ставшая обителю безупречной чистоты, милость, открывающая величайшее упоение, затмевая все остальное, милость одним своим появлением, кладущая конец всем спорам вокруг священных книг, милость, чарующая весь свет лилами божественной любви, своей божественной сладостью, пусть эта милость, заполняющая все и дарующая все блага, осветит наши сердца. Харея Кришна. Вот на этой, на этом замечательном стихе мы сегодня закончим наше общение. Харея Кришна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К утренней программе К утреннему чтению писаний К утреннему почитанию просады Чтоб весь остальной день у нас тоже прошел Сквозь призму этих утренних действий Харе Кришна, дорогие преданные Все, до завтра Надеемся, что ничего непредвиденного не случится Всем дандаваты Харе Кришна